Жуткая мода. Накануне праздника Хэллоуин люди по всему миру ломают голову, в каком же костюме появиться на празднике. Каждый год появляются страшные новинки, но для того, чтобы образ был действительно неповторимым, многие шьют костюмы самостоятельно. В чем отмечают День всех святых украинцев, узнавала моя коллега Тамара Каноненко. Многие любят Хэллоуин за то, что в этот праздник можно воплотить свои самые смелые желания и примерить на себя любой образ. Традиционный киевский зомби-парад в честь Хэллоуина – лучшее место для демонстрации жутких нарядов, уверены студентки Таня и Аня. Свои образы создали собственноручно, специально для флешмоба. Я взяла старую рубашку и вымазала ее краской, чтобы быть похожей на зомби. Также измазала бинты, то есть сделала образ из того, что выпало из моего шкафа. Просто пыталась сделать что-то атмосферное. И если в прошлом году я искала какие-то картинки и знала, чего хочу, то этим утром импровизировала. Для тех, кто не хочет возиться с тканью и красками, сервисы проката предлагают костюмы на любой вкус. И по последней – хэллоуинской моде. Девушки в этом году, по моему опыту, в основном хотят что-то более сексуальное. То есть тут уже можно развлекаться в этот праздник. Детки – это в основном либо же какие-то ведьмочки, либо же гномики, либо же какие-то киногерои. А мужчины – что-то страшное, очень страшно красивое. На смену образам всевозможной нечисти приходят герои любимых фильмов. Кроме того, настоящие модники предпочитают костюмам из масс-маркета эксклюзивные аксессуары ручной работы. Это рога-малефисенты, которые были сделаны вручную, индивидуально. Можно с помощью одного этого аксессуара сделать себе полноценный образ, используя просто обычное ваше платье. Ну, примерно это вот так. Завершающим штрихом любого образа станет специальный грим. У визажистов свои секреты создания такой страшной красоты. Кровь у нас бутафорская, уже готовая. Она такая сладкая, если попадет куда-то, не страшно. Раны мы делаем с помощью искусственного латекса, который застывает и выглядит как кожа, которая потрепанная уже такая. Свой костюм падшего ангела Евгений также сделал и придумал сам. Хоть над ним и пришлось потрудиться, результат превзошел все его ожидания. Парень говорит, для него наряд – неотъемлемая часть Дня всех святых и отличный способ самовыражения. Образ родился очень быстро, просто в голове щелкнуло. А сам подбор одежды и бутафорий произвелся где-то 3-4 недели. Это все ручная работа, но, знаете, оно того стоит. Ради вот этих улыбок, ради вообще атмосферы всего праздника. Тамара Кононенко, Вячеслав Смирнов, Дмитрий Борщу, АйТВ. Редактор субтитров А.Семкин